Татьяна Анатольевна Тарасова, выдающийся наставник, консультант Федерации фигурного катания РФ, дочь легендарного отца русского хоккея Анатолия Тарасова, так его назвали на страницах британской энциклопедии. Являясь одним из лучших специалистов в своей области, Татьяна Анатольевна воспитала наибольшее в мировой истории фигурного катания число олимпийских чемпионов, а именно семь золотых, включая Ирину Роднину и Алексея Ягудина. Три серебряных и одного бронзового призера и более 40 победителей прочих крупнейших мировых соревнований. Как и отец, она всегда была талантливым, бескомпромиссным, жестким и требовательным тренером, способным добиваться выдающихся результатов и отстаивать справедливость в принципиальных вопросах. Анатолий Тарасов в свое время счел необходимым выразить протест против необъективности судей и в результате покинул вместе с командой «Лед» во время игры, на которой к тому же присутствовал Брежнев, за что был уволен и лишен звания заслуженного тренера. Его дочь, невзирая на вполне ожидаемые последствия, публично выступила с критикой политики спорткомитета в отношении унизительно низких зарплат фигуристов и их наставников и в итоге была вынуждена уйти, прервав на пике свою тренерскую карьеру. Детство, будущая знаменитость, появилась на свет 13 февраля 1947 года в спортивной семье из Москвы. Ее отец Анатолий Владимирович, хоккеист, футболист и тренер, возглавляемая им сборная страны, 9 лет подряд с 1963 года была бессменным победителем международных соревнований. Мама Нина Григорьевна, как и муж, окончивший высшую школу тренеров, преподавала детям физкультуру. Уже воспитывая старшую дочь Галину, они хотели сына, но родилась вторая дочка, Таня. Возможно, поэтому ее воспитывали по-спартански, как мальчика. В 4 года папа простым, но действенным способом научил ее плавать, бросил в море, а в 5 лет отправил на каток. Ежедневно, до школы, в любую погоду и любое время года она должна была делать зарядку и бегать во дворе дома. Причем, по словам Галины, отец наблюдал за процессом с балкона, следя, чтобы дочка занималась добросовестно и в беге не срезала углы, уменьшая расстояние. Вместе с мальчишками Таня играла в хоккей, имела спортивный разряд по прыжкам в воду, с 6 лет самостоятельно, без провожатых, ездила на тренировки. Фигурное катание. С 1964 по 1966 год Тарасова успешно выступала в паре с Георгием Проскуриным. На чемпионате СССР в 1964 году они заняли третье место, через год стали вторыми, а в 1966 году победили на зимней универсиаде международных соревнований среди студентов. Но ее век как спортсменки был до обидного недолгим. Полученная вскоре травма руки не позволила ей продолжить выступление в качестве фигуристки. Как вспоминала Тарасова, ее никто не гнал из фигурного катания, но тренер Елена Чайковская постаралась задвинуть покалеченную спортсменку на задний план и не давала ей возможностей проявить себя. Разочаровавшись, девушка решила подавать документы в ГИТИС. Воспротивился отец, артистов у нас в семье не будет. Он заставил Татьяну идти к ним на каток, набирать детскую группу и тренировать их. И таким образом подарил дочери путевку в жизнь. Позже, в 1974 году, она стала студенткой Института физкультуры. Тренерская карьера. С 19-летнего возраста девушка занялась тренерской работой. Среди ее первых воспитанников были такие известные в скором будущем пары, как Жаркова Карпоносов, Моисеева Миненков. Они, по сути, выросли на льду вместе с Татьяной Тарасовой. Тарасова всегда старалась быть достойной своего строгого и фантастически преданного спорту отца, и никогда бы не посмела его ослушаться. Впоследствии твердость его характера и одержимость профессии в полной мере передалась и ей. В 1975 году ей присвоили почетное звание заслуженного тренера страны. Но только добившись в 1992 году триумфа своих подопечных в очередной, третьей по счету Олимпиаде, она получила признание и отца. Наконец, назвавшего ее коллегой. Среди воспитанников гениальной наставницы были пары родни Назайцев, золото на Олимпиадах 1976 и 1980, Бестемьянова-Букин, Романова-Ярошенко и многие другие знаменитые спортсмены. Специалисты отмечали, что всех их она научила безраздельно отдаваться работе, кататься с душой и с полной отдачей, выкладываться без остатка и побеждать. В 1983 году Тарасова основала Ледовый театр «Все звезды». Идея его создания ей подсказал супруг, выдающийся пианист и педагог Владимир Крайнев. Там она работала над постановкой масштабных спектаклей на льду с известными фигуристами и в качестве балетмейстера, исполнив свою давнюю мечту и как режиссер, и как тренер. Проект просуществовал в течение 14 лет. Труппа демонстрировала свое искусство всему миру, выступая в Австралии, Великобритании, в знаменитом спорткомплексе «Мэдисон Сквер Гарден США». Их репертуар состоял из классических произведений «Вестцайтская история», «Щелкунчик», «Кабаре», «Золушка». В конце 90-х годов в стране сложилась очень сложная ситуация с работой и зарплатами, поэтому тренеру пришлось искать возможности реализации за рубежом. Кроме отечественных спортсменов, Тарасова помогла достичь высот и многим зарубежным звездам, включая Сашу Коэн, Эвана Лайсачока, Сидзуку Аракаву, Японку Мао Асаду. В конце 2005 года Татьяна Тарасова смогла вернуться в Россию из Америки. Продолжая тренерскую деятельность, она возглавляла жюри проектов «Звезды на льду. Ледниковый период». В 2011 году она представила зрителям грандиозное ледовое представление «Спящая красавица», которое посвятило памяти мужа. Спортивная знаменитость возглавляет судейскую коллегию ледниковых периодов, Кубка профессионалов, вышедшего накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году, где встречались сборные команды России и мира. Татьяна потрясла общественность тем, что смогла похудеть на 40 килограммов. В 2015 году важность ее замечаний и поддержки подчеркивала олимпийская чемпионка Татьяна Навка в своем интервью накануне московской премьеры ледникового мюзикла «Кармен». Этот спектакль был представлен в МСА «Лужники» в рамках фестиваля «Черешневый сад», в попечительский совет которого входила Тарасова. Она оценивала артистизм и техническую сложность номеров в шоу вместе с дельфинами, комментировала международные соревнования по фигурному катанию «Мордовиан Орнамант», проходившие в Саранске. Татьяна Анатольевна полна сил и планов на будущее. Тренер поддерживает Владимира Путина, была его доверенным лицом на выборах 2012 и 2018 годов. Как гениальный наставник, она удостоена ряда наград, включая Ордена Трудового Красного Знамени за заслуги предотечеством. В 2008 году ее имя было внесено в Международный зал славы фигурного катания. Личная жизнь Татьяны Тарасовой. Легендарный тренер была три раза замужем. В начале в течение двух лет ее спутником жизни был актер Алексей Самойлов. Он работал в театре «Современник» и был сыном известного народного артиста Евгения Самойлова. Хотя пара рассталась, но они до сих пор поддерживают теплые отношения. Вторым супругом Татьяны стал спортсмен Василий Хоменков. Они познакомились в начале ее тренерской карьеры. В 1976 году он трагически ушел из жизни, поэтому Тарасова не очень любит рассказывать о муже. В 1978 году Татьяна вышла замуж за музыканта и пианиста Владимира Крайнева, который жил и преподавал в немецком Ганновере. На тот момент Тарасовой был 31 год. Она два года как похоронила своего прежнего мужа, поэтому совершенно не думала о новом замужестве. Молодые люди познакомились у общих знакомых и поженились спустя 9 дней. Свадьба была очень скромной из-за малого количества свободного времени и частых разъездов. Супруги прожили вместе в течение 33 лет. Владимир очень поддерживал Татьяну в ее работе, помогал с постановками и программами для соревнований. Он верил в нее и старался дать ей полную поддержку в ее деятельности. Владимир умер после тяжелой болезни весной 2011 года. Перед этим Тарасова перенесла потерю сестры Галины и матери, а ее отец ушел из жизни еще в 1995 году. В этот трагичный период жизни, только благодаря работе и ученикам, она смогла оправиться от гибели близких людей. Из ближайших родственников у легендарного тренера остался только племянник Алексей, его жена Алена и двое их сыновей, Матвей и Федор. Татьяна Тарасова сейчас. Гениальный тренер, воспитавший рекордное число призеров мировых первенств, продолжает трудиться как консультант в Федерации фигурного катания. Татьяна Анатольевна часто дает комментарии по поводу выступлений тех или иных фигуристов. Так, она раскритиковала выступление Михаила Калиды на Олимпиаде 2018 года, оценив его номер на три с минусом. Скептически отнеслась она и к Аделиной Сотниковой, прогулявшей несколько сезонов. Накинулась Татьяна и на Алину Загитову, подопечную Этери Тутберидзе, съязвив, что спортивная жизнь юной чемпионки ограничивается тремя программами. Все это вылилось в перепалку между Тарасовой и Тутберидзе в соцсетях, а на первый канал попала петиция с требованием отстранить Тарасову от комментариев спортивных событий. Однако большинство фигуристов, например, Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, встали на сторону Тарасовой, отметив, что ее замечания вполне справедливы. В 2020 и 2021 тренер снова оказалась в жюри шоу «Ледниковый период». Между тем здоровье Татьяны Анатольевны ухудшилось. У нее начались проблемы с позвоночником, потребовавшие нескольких хирургических вмешательств. Последние годы Тарасова передвигается в инвалидном кресле. Окончание «Ледникового периода» в 2021 году омрачило госпитализацией Татьяны Анатольевны. Финальный выпуск шоу прошел без ее участия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова